Здравствуй, мир! Всем привет из Нью-Джерси! Я Ирина Робинсен, сертифицированный гипнотерапевт Американской Академии Гипноза, мастер холистической терапии сознания. Говорим сегодня о критическом факторе. Критический фактор – это как прослойка между вашим сознанием и подсознанием. Когда человек рождается, у него отсутствует этот критический фактор, поэтому маленький ребёнок так легко поддаётся любым внушениям. А чаще всего внушения со стороны взрослых, какие они бывают? Сами вспомните своё детство. У кого-то детские воспоминания даже бывают заблокированы. Настолько они травматичны. Вот некоторые люди, с которыми я работала, очень многие, кстати говоря, просто не помнят своего детства. У кого-то провалы в памяти, да? Кто-то там с 7 лет только себя помнит. У кого-то какие-то очень обрывочные воспоминания. Вот настолько в детской психике нанесены были травмы. Взрослые часто не отдают себе отчёт, да? Пугают там бабайками всякими. Или говорят, вот будешь как этот дядя там побираться, или вот не будешь учиться, вот станешь неучим и будешь побирушкой, вот как этот дядя или что-то такое. А ребёнок, его сознание, оно ведь открыто, он воспринимает всё буквально, абсолютно всё буквально. И вот любое негативное внушение, которое ему делается, человек потом вырастет, он может даже забыть об этом, но его подсознание это приняло как истину. И потом вся оставшаяся жизнь проходит, исходя вот из этих, не одна установка, ведь таких же много бывает, да? И каждый взрослый со своей какой-то программой приходит в жизнь этого малыша и туда что-то ему вкладывает. Я не говорю, что взрослые внушают только плохое, но среди хороших установок, особенно те взрослые, которые не имеют представления о том, что такое критический фактор, как работает сознание, а большинство взрослых об этом не имеет ни малейшего представления, поэтому, естественно, они сами, будучи наученными, также воспитанными, также на таких вот каких-то поговорках, да, народных якобы мудростях, на самом деле это не что иное, как инфовирусы, которые вкладываются в ваше сознание и могут передаваться из поколения в поколение. И вот ребёнок, он всё это впитывает как губка. У подсознания, так же как у ребёнка, нет полутонов, полутонов, и оно воспринимает всё абсолютно буквально. То есть нет чего-то иносказательного, да, и нет аллегорий. Это всё воспринимается очень буквально. И вот вы дословно, восприняв эти негативные установки, потом вырастаете, вы уже даже забыли о том, что кто-то вам что-то сказал. И, кстати говоря, этот критический фактор, он со временем у человека формируется, вот если у ребёнка он отсутствует, да, то уже во взрослом возрасте этот критический фактор формируется, и он является барьером, такой прослойкой между вашим сознанием и подсознанием. И если в детстве человек поддаётся внушению практически мгновенно, всё, что ему внушает, он это воспринимает, усваивает, и его подсознание это принимает, то потом уже во взрослом состоянии, чтобы, как говорится, расколдовать его, да, сменить эти установки на другие нужные человеку, для этого нужно преодолевать критический фактор, который к тому моменту уже сформировался, и он не даст так просто проникнуть туда и что-то там поменять. И вот моя задача как гипнотерапевта и как мастера холистической терапии сознания это обойти, уметь обойти вот этот критический фактор и попасть в подсознание, там найти, устранить эти вредоносные программы, которые уже много лет, возможно, что много лет мешают вам жить, там их устранить и заменить на противоположные или на какие-то выгодные для вас, которые будут формировать ваше новое будущее. Вот чем я занимаюсь. Я этому обучалась специально в Американской академии гипноза, которая находится в Майами. Я владею самыми современными методиками, техниками. И я продолжаю обучаться, я уже, помогая людям, я все еще продолжаю обучаться, я совершенствую свое мастерство. Поэтому, если у вас есть сложности любые, любой степени, проблемы, которые тянутся много лет, и вы считаете, что это не может никак измениться, вы уже попробовали и психологов, и экстрасенсов, и гадалок, и ясновидящих, вы уже везде походили, и к психотерапевтам походили, и ничего не помогает, у вас, может быть, какие-то поверхностные результаты есть, но суть проблемы не меняется годами, вы можете ходить годами, да? То вот я как раз работаю с такими людьми, поэтому приходите ко мне, я вас подчиню, я знаю, как это делать. Я работаю с подсознанием. И мы устраним ваши проблемы. Некоторые проблемы, которые вы носите в себе годами, устраняются за один сеанс даже. Ну, а на некоторые, конечно, потребуется целый курс. Я, вообще-то, сеансы не предлагаю отдельные. У меня есть программа, октава, с которой вы можете ознакомиться на моем сайте. И я даю вам стопроцентную гарантию. Если вас не устроит тот результат, который вы получите, я возвращаю вам деньги. По-моему, все честно, все предельно ясно. И стопроцентную гарантию вам не даст ни один психолог, ни один экстрасенс, ни одна гадалка. Они все много лет уже подпитываются людьми доверчивыми, уповая на то, что, ну как, а как это можно измерить? Вот то, что я вам дам, да, я вам дам какой-то результат, я вот то-то, то-то и то-то сделаю, такой-то ритуал проведу, такую-то работу проведу, но измеримого результата они вам дать не могут и никогда никто не сможет конкретно вам дать результат. Они будут вам говорить, что будут с вами работать до результата, обещать вам, обещать, 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 и будут тянуть из вас деньги, но результата вы никогда от них не получите. Я же напротив. Говорю, что буду работать с вами всего два месяца, это не будет длиться бесконечно, и я гарантирую вам стопроцентный результат. Как вам такое предложение? Поэтому, дорогие, записывайтесь, приходите ко мне на бесплатную консультацию, мы с вами обсудим вашу конкретную проблему, вы увидите, что ее можно решить. Если по какой-то причине я пойму, что я не могу вам помочь, я сразу вам об этом скажу. Я даже не буду за вас браться, но мы все это выясним. Но большинству людей я могу помочь. Я знаю, как вам помочь. Приходите, дорогие, исцелять вашу жизнь. Я вас жду.